диагноз не держит сверло. вставляешь и вытаскиваешь. я уже его подготовил для того чтобы показать быстро как и в чем проблема. потому что здесь два стопорных кольца. нужно будет долго отковыривать. нужно взять отверточку и насильно просто выковырить вот эту резинку. потом снимаете два стопорных кольца. сначала одно стопорное кольцо. не буду вам это показывать. это просто вытащить стопорное кольцо. потом идет шайба под стопорным кольцом. и затем дам. там дальше не видно. но есть еще одно стопорное кольцо. которое нужно поддеть и выковырять. для того чтобы потом поддеть и выковырять. я специально не показываю. потому что здесь когда я это делал было много смазки мусора. это не интересная процедура. стопорное кольцо. и потом вытаскивается уже и этот чехол и вот сама шайба и спец шайба. в чем суть проблемы. хотя как я уже посмотрел и пазы здесь внутри есть такие поперечные продольные пазы для того чтобы вставлять сдс. они в нормальном состоянии. шарик сам шарик в нормальном состоянии. паз шарика в нормальном состоянии. но суть работы состоит в том что когда здесь стоит пружина когда ходит вот это вот спец шайба она вот не совсем круглая то она не должна проходить через не должна проскакивать через шарик. а у нее уже выработка образовались некоторые выработки здесь и в некоторых местах она выскальзывает через шарик а не должна это делать собственно в этом в этом есть проблема что необходимо нужно поменять вот эту спец шайбу. но так как заказчик это племянник который пришел и сказал мне срочно что-нибудь сделать позавтра мне на работу то я сейчас просто подогну часть этой спец шайбы чтобы не было здесь видно или нет ну вот сама спец шайба она такая но в ней уже есть некоторая выработка и вот через эту выработку шарик проскали называет сейчас аккуратненько молотком здесь все равно должно быть выемка в любом случае простукает добьюсь такого состояния чтобы не проскальзывал получается что нужно поставить спец шайбу потом шайбу и вот если она проскальзывает то это неправильно я сейчас подогну и собственно в этом будет состоять ремонт она будет фиксировать на какое-то время в любом случае это хватит сегодня вечера завтра утром человек уже хочет забрать таким образом можно отремонтировать фиксатор я сделал я в принципе тут был сильный сильная тарелка я немножко уменьшил изгиб соответственно когда я уменьшил изгиб и здесь и здесь уменьшился уменьшилось отверстие и теперь когда одевается здесь и когда я делаю то зазор уменьшается но практически нету нету биения и теперь когда я сюда деваю шарик шайба не проскальзывает а раз шайба не проскальзывает он не выскочит и тогда он или в таком состоянии может проскочить или вот в таком состоянии он зафиксирован в таком состоянии собственно вот такой простой ремонт какое-то время точно хватит но особенно если это нужно срочно теперь собираю в обратной последовательности весь механизм и все будет работать соберу и покажу что все это работает значит сначала ставим шайбу потом специальную пластину выгнутую затем обыкновенную шайбу и шарик все вот в таком состоянии нафиксируется и теперь если вставлять специально нужно было бы устанавливать стопорное кольцо вместе с этим но для того чтобы просто показать что он работает я покажу в таком состоянии вот он никуда не пускает но когда я нажимаю шарик выходит сейчас он зафиксировался назад не пускает но если я потом вот этим призму вот так то он выходит вот таким образом работает этот механизм спец шайба не проскальзывает шайба удерживает шарик все в принципе в порядке теперь собираем в обратной последовательности сначала вот это защита затем устанавливаем сюда стопорное кольцо сейчас уже тут все чисто можно пока но для того чтобы поставить остальное ставим шайбу назад ставим стопорное кольцо и вот эту резинку механически задавливаем на на эту шайбу вот таким образом все теперь полностью исправим механизм назад не выходит так выходит шарик исправлен я еще дополню